Что стоит отнести к достижениям совместной работы здесь, в Гомельской области, общественных объединений и органов власти? Наша организация существует уже 20 лет, и с самого начала мы понимали, что без понимания наших проблем органами власти, мы наши проблемы самостоятельно не решим. И все время у нас шел процесс налаживания партнерских отношений. Но быть партнером, это значит разговаривать и быть на равных. Как считаете, удалось выстроить тот самый диалог общественное объединение и власть? Я считаю, что да. У нас в Гомельской области создана очень хорошая юридическая база для этого. Областной координационный совет по делам инвалидов, в котором наравне с очень важными государственными структурами, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью, участвуют и общественные организации. Это и наша организация входит в состав совета, тоже председатели белорусского общества, областные организации белорусского общества инвалида, общества глухих и общества слепых. Это первое. Второе, то, что на сегодняшний день уже существуют государственные программы по решению проблем инвалидов. И общественные организации наравне с другими государственными структурами включены как ответственные по каким-то проблемам именно наравне с государственными структурами. Это тоже очень важно. Это стимулирует. Но, скажем прямо, сейчас можно смело отметить этот факт, что общественные объединения и настоящая личность там стали более активными. К примеру, проектная деятельность, которая приносит приличные суммы социальных инвестиций в регион, помогает развиваться и общественникам, и делать ту самую среду безбарьерной. Я бы сказал, что профессионализм общественных организаций стал значительно выше. И вот это дает определенные результаты. То, что мы не только можем поставить проблему, но мы предлагаем пути ее решения. И пути решения мы находим через чаще вот наша организация, через участие в международных различных проектах, получение каких-то грантов. Благодаря этой спонсорской помощи, помощи доноров, какие сферы, какие проекты удалось реализовать? Мы на протяжении всех 20 лет занимаемся у нас одно направление. Это создание условий безбарьерной среды для таких людей и реабилитация такой категории граждан. Геннадий Григорьевич, понятно, для того, чтобы развиваться, нужно говорить и о проблемах. Что считаете сегодня в этой сфере по-настоящему болевыми точками? Наравне с тем, что уже достаточно много делается в Гомеле и в Гомельской области по созданию условий безбарьерной среды, меняется инфраструктура населенных наших пунктов. На мой взгляд, мы еще недостаточно сделали для того, чтобы конкретный человек мог выйти из квартиры многоэтажного своего дома. То, с чего все начинается. Да, потому что все остальное, это будет нашими благими намерениями, и то, что сделано, но останется не в полной мере, так сказать, воспользовано. Геннадий Григорьевич, а как считаете, менталитет отношения здорового населения к проблеме нужно менять, либо оно само собой уже шлифуется? Жизнь, конечно, все меняет. Но я должен сказать, что поскольку уже Республика Беларусь приняла конвенцию по правам инвалидов, и, конечно, эта работа должна теперь вестись и на государственном уровне. То есть должны проводиться различные просветительские мероприятия по созданию положительного имиджа о людях с инвалидностью в Республике Беларусь. Конечно, это большая кропотливая работа, и начинать ее надо, может быть, с детских садов, со школ, и дальше с молодежью работать. Вот мы, например, в своей практике проводим вот такие встречи с молодежью студенческой, и мы называем их уроки доброты. Вот мы в Белгуте встречаемся со студентами периодически, факультет промышленно-гражданского строительства. Это будущие строители, которые будут создавать нам или не создавать условия безбарьерной среды. Люди стали добрее? Я считаю, что да. По крайней мере, они более четко стали понимать эту проблему. Геннадий Гривович, спасибо вам за искренность, за активную жизненную позицию, успехов вам и вашим проектам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.